Магазин Мир Моделей Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я вас приветствую на нашем канале! Это магазин Мир Моделей, меня зовут Павел. Сегодняшняя передача будет посвящена деталировки кабин боевых самолетов. Поступило очень много вопросов, каким образом лучше, более деталированно представить модель, собираемую нашими коллегами. Вот, и поэтому возникла идея сегодняшнего занятия. Сегодняшнее занятие у нас будет вводным. Я вам расскажу небольшую историю, покажу несколько наборов, расскажу, чем они друг от друга отличаются. А в следующей передаче, которая выйдет позже, мы попробуем все это изготовить, так сказать, в прямом эфире, как мы уже делали это неоднократно. Так, уважаемые друзья, современное развитие авиации, боевой авиации невозможно без применения средств, которые позволяли бы более качественно и в боевых условиях выполнять боевую работу. Может быть это кажется очень простыми вещами, но тем не менее, одним из самых бурно развивающихся в кабине боевого самолета, это были системы, обеспечивающие его жизнедеятельность. Обыкновенные привезные ремни. В Первую мировую войну на таких вот самолетах летали. Здесь виден пилот, кабины были открыты. И ремни, которые привязывали рельщиков, в принципе, были поясными. Но постепенно, со временем, технический прогресс совершенствовался, возрастала мощность мотора, возрастала масса летательных аппаратов, вооружение, скорости. При этом намного сильнее возникали нагрузки на пилота. Обыкновенные привезные поясные ремни уже не могли выполнять полностью свою функцию. На смену им пришли привезные системы, позволяющие не только удерживать пилота на месте, в сидящем положении, но при выполнении самолетом различных боевых маневров, так сказать, бочка, подъем, спуск, резкие горки, перевороты в воздухе. В дальнейшем, где-то в районе Второй мировой войны, вот появился вот такой немецкий истребитель Хенкель-219, на котором впервые применилась катапультируемое кресло. То есть, когда пилот, не отстегивая ремни, покидал самолет вместе с креслом, на котором он сидел. В дальнейшем это кресло отстегивалось, и пилот уже спускался на раскрывающемся парашюте. Вот это вот данный самолет, это первый в истории авиации самолет, на котором кресло катапультируемое ставилось серийно. Прошло еще некоторое время и настала эра реактивной авиации. Еще намного возросли скорости, летательные аппараты стали носиться со скоростью звука, дважды, трижды приносили планку скорости звука, и встал вопрос о, опять же, спасении летчика в боевых условиях. Стали совершенствоваться, опять же, кресла, находящиеся в кабине, которые позволяют не только спасти пилота в воздухе, но и последняя система спасения позволяет на нулевой скорости, то есть на стоянке, может быть, возникнуть опасная ситуация, загорится двигатель, воспламениться топливные баки, и эти системы позволяют катапультировать летчика прямо с места стоянки. Почему это делается? Я думаю, жизнь пилота намного ценнее, чем жизнь самолета. В среднем, на современные деньги, если перевести, стоимость современного реактивного боевого истребителя порядка 55-70 миллионов долларов, а подготовка летчика стоит под миллиард. Поэтому стоят специальные системы, которые даже автоматически выкидывают летчика из самолета для того, чтобы сохранить ему жизнь. В конечном итоге это приводит к спасению пилота. Вот, в качестве иллюстрируемого примера я хочу показать, допустим, самолет, который в данный момент у меня сейчас находится в процессе сборки. Это Mustang P51 от фирмы Trompeter. Вот, например, я сейчас сразу же хочу показать, как фирма предлагает использовать привязные системы. В данном случае, вот здесь, в наборе, вот таким вот образом вы видите кресло пилота, и также фирма дает вот такую вот травленную плату, чтобы эти ремни пилота потом можно было установить на кресло. Для улучшения, опять же, данной модели рекомендуется использовать вот такой вот набор. Вот такой вот набор. Здесь, в отличие от предыдущего, ремни, во-первых, они немножко более масштабные, они более тонкие, как и должны быть, здесь они очень более массивные. К тому же, здесь один есть большой плюс, они цветные. То есть, при том, как вы их установите на кресло, их уже не нужно подкрашивать. Кроме того, для разных самолетов существуют различные всякие вот такие вот привязные системы. они отличаются, естественно, масштабом. Они есть, как вот, крашеные, есть не крашеные. Но, если они, допустим, не крашеные, то, если здесь внимательно посмотреть, вот эти вот части, они именно относятся непосредственно к имитации полотна, ремней. Это металлические пряжки. То есть, данный набор, если вы видите, вот он из желтого металла, его нужно клеить, естественно, до полной окраски, грунтовать, и потом уже красить отдельно. Кроме того, технический прогресс не стоит на месте. Появляются очень новые интересные вот такие вот фирмы, которые предлагают различные привязные системы для различных самолетов. Здесь написано обязательно марка самолета, масштаб. Очень часто они пишут именно, для какой модели это сделано, потому что это тоже кресла отличаются. Значит, здесь интересно тем, что здесь отдельно дальние пряжки, которые уже являются металлическими, их окрашивать не нужно. Данный набор имитирует именно непосредственно ткань привязных ремней, а на обратной стороне очень красочно показано, как это все будет выглядеть уже. Это как инструкция. Вот таким вот образом эти привязные системы работают. Но еще раз хочу обратить внимание, что это все было в районе Второй мировой войны, или чуть-чуть раньше. Для того, чтобы покинуть горящий самолет, пилоту приходилось отстегнуть ремни самостоятельно, перевернуть самолет вверх колесами, кабиной вниз, и выпасть свободно. При этом чаще всего на некоторых самолетах, из-за их конструктивных особенностей очень часто пилоты получали удар по ногам от заднего стабилизатора. Очень часто было, что пилоты приземлялись со сломанными ногами или поврежденными. Уважаемые коллеги, хочу отметить один момент, что если вы встречаете в своих наборах и хотите деталировать более полно кабину своей выбранной модели вот таким вот набором, который уже имеется окрашенным, цветным, имейте в виду одну интересную особенность, что очень часто бывает, что при монтаже вот этих вот ременных устройств в пряжке, в эти маленькие пряжки, может возникать откалывание красочного слоя, причем потом, после этого, придется эти места подкрашивать. Просто это происходит не всегда, но довольно-таки частое явление. Еще раз хотел вернуться к модели современного самолета, в данном случае это Фантом, который я довольно-таки давно собирал. Ну вот, к примеру, я хочу вам показать те кресла, которые находятся внутри. Вот такой вот набор кресел. А вот такой вот набор кресел предлагает фирма-производитель. Ну вот, в данный момент я вам хочу показать кресло, опять же, которые находятся в наборе. И вот деталированное кресло фирмы Броссина от Эдуарда, которое уже, так сказать, в сборе и окрашено. Такие же кресла стоят и там. Почему так? Хочу на этом подробно остановиться. Ну, потому что кабины самолетов являются довольно-таки большие, прозрачные, в послонародье их называют аквариум, через них очень все хорошо видно. И кресло это самая большая и очень яркая часть, которая очень сильно украшает вашу данную модель. Кроме того, она занимает довольно-таки большой объем. Вот, уважаемые коллеги, здесь представлен вот тот самый Броссиновский набор, из которых получились на выходе вот такие чудесные кресла. То, что я сейчас продемонстрировал. Вот. Кроме того, есть еще наборы старые, древние. Вот такие вот кресла от фирмы Эдуард. И кресла от фирмы Квикбуст. Это в 48-м масштабе, это в 32-м. Немножко расскажу подробнее о данных наборах. Это набор фирмы АРИС. Значит, здесь смоляные кресла. Сейчас я вам их продемонстрирую. Вот можете посмотреть на это кресло. Вот так они выглядят. Это как раз кресло на данную модель Фантом в 48-м масштабе. Отличие данного набора от предлагаем вам Броссин в том, что кресло великолепно отлито из смолы, показана четко вся фактура кресла, подушки, но нет ремней. Ремни здесь даны отдельно, на вот этой маленькой плате фототравления. То есть для того, чтобы приблизиться к оригиналу, нужно приклеить сначала фототравление через цианокрилатный клеем на подушке, аккуратно их примяв, и потом уже полностью закрутовав, покрасить все кресло. Следующим набором, который я хотел вам познакомить, это тоже кресло, опять же, на Фантом, но только от фирмы КВИК БУСТ. Я сейчас поближе вам их покажу. Вот так они выглядят. Отличие их от предыдущего набора заключается в том, что здесь уже с помощью литья имитированы ремни. То есть здесь процедура упрощается, нужно аккуратно его загрунтовать. Естественно, здесь есть так называемые приливы. Это все нужно будет аккуратно отпилить пилкой. Обязательно нужно кресло померить в кабине вашей модели, потому что они наверняка будут отключаться. Вот вы видите уже, насколько они крупнее. и вам нужно будет с помощью небольшой вставочки это кресло в кабине своей модели приподнять. Но это нужно делать до покраски, естественно, очень тщательно, несколько раз вам нужно его будет подогнать и смотреть, как оно сидит обязательно. Но только не завысить высоту, иначе вы просто не сможете закрыть панель кабины болота. Еще один момент, который хотелось бы осветить более подробно. В последнее время очень часто появляются так называемые виньетки на тему авиации. То есть, допустим, вместо вот этого коврика будет находиться кусок летной палубы. Вокруг данного самолета будут находиться, допустим, стартовые команды, которые помогают самолету взлетать с палубы. Естественно, в кабине данного самолета-модели должен находиться пилот. Фирма Хосигава выпускает в этом же наборе, есть у нее вот такой вот пилот. Можно этот пилот, если его, допустим, приклеить, он будет выглядеть вот таким вот образом. Конечно, есть смысл приклеивать или, допустим, устанавливать такого пилота прямо на данное штатное, так называемое, кресло. Но при этом нужно обратить внимание, что никаких привязных систем здесь, конечно, нет. Время не стоит на месте. Одно из подразделений компании Aries, серия у них называется AeroBonus. Они выпустили вот такой замечательный набор самолиных фигурок, именно пилоты в кабине истребителя. Ну, поскольку Phantom эта машина двухместная, в составе пилота и оператора вооружений, вот этот набор позволяет просто туда их установить. Я могу вот здесь показать, как выглядит штатный пилот с креслом, который дается в наборе из пластика. Сейчас я вам продемонстрирую поближе. Можете почувствовать разницу. Вот перед вами непосредственно набор компании AeroBonus. Вот штатный набор, который входит именно в данную модель из пластика. Хочу обратить на ваше внимание, что здесь, в данном наборе, даются несколько положений рук. Голова пилота идет в шлеме с открытым забралом и в пилотке. То есть вот в таком виде, как они здесь даны. Как это выглядит вживую, я вам могу продемонстрировать на примере вот такого вот, есть журнала различной по авиации. То есть можно найти данные фотографии в интернете. Большое количество сейчас на период Вьетнама появляется цветных фотографий. Можно рассмотреть, каким цветом красились, допустим, вот эти вот подушки, молнии. Также можно обратить любителям более точной деталировки, могут обратить свое внимание на закабинное пространство. Какое количество там различных приборов, схем, шлангов. Все это можно отобразить на своей модели, при этом сделать ее наиболее реалистичной. Уважаемые коллеги, вот подходит завершение нашей сегодняшней программы. Сегодня это был такой более говорильный момент. Но, я думаю, что есть очень много вопросов у наших покупателей. Их было необходимо осветить. И сегодня наша передача была посвящена именно привязанным системам, ремни пилота и катапультируемые кресла, которые позволяют максимально детализировать вашу модель. Я надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя программа, передача. Ну, это первая часть, в следующей части мы непосредственно покажем, как раскрашивать данные кресла, привязанные ремни. Есть там всевозможные нюансы, мы их осветим, и я думаю, что вы будете вооружены, и ваши модели будут наиболее реалистичными. Самое главное, что они будут нравиться вам и нравиться вашим окружающим людям. Всего хорошего! Меня зовут Павел, магазин Мир Моделей. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok